Шанс. Там-де-ты. Слотс-Сити. Привет, друзья, я Александр Преподобный. Этой ночью россияне, которые не бьют пожилым объектам. А этого нельзя делать. Нельзя оставаться и жить дальше с чувством, что ты был неправ. Понимаете? Опять убили мирных людей во сне. В этот раз в кривом роге. Количество жертв еще уточняется, но на момент записи этого видео 10 человек погибло, десятки находятся в больнице. Увы, многие до сих пор находятся под завалами. Это означает, что жертв будет только больше. Почему россияне дальше это делают? Все просто. Во-первых, они маньяки. Во-вторых, они маньяки-лузеры, которые не умеют курить даже на своих стратегических объектах. Это удивительно. Просто смысла нет никакого. Ну, вот такая проблема с сигаретами произошла сегодня на нефтебазе в Краснодаре. Ну, и на фронте для освободителей все хуже и хуже с каждым днем. Морпехи 35-й бригады утром освободили поселок Макаровка Донецкой области. Окупанты отчаянно пытаются отбить Макаровку назад артиллерии и танками. И нашим парням, правда, очень-очень непросто. Ну, как говорится в Украине, але є одне але. Героям слава и слава нашим защитникам за каждый сантиметр нашей освобожденной земли. Но, друзья, есть и другие хорошие новости. Скончался давний дружок Путина и советник сохранить России лицо Сильвио Берлускони. Количество любителей России в мире все меньше и меньше, как и в Украине. Так уже быть, на запорожском направлении ВСУ тоже подарили нам отличные новости и освободили населенный пункт Новодаревку. Зробили це воины Запорізькой окремой бригады ТРО. Это первый официально подтвержденный факт деокупации в Запорізькой области в рамках наступальной кампании 2023 года на певдень Украины. Короче, прославленные самими же собой российские войска пятятся по всему фронту. Потому что даже плешивый главнокомандующий несколько удивлен. Какой смысл? В этом военного смысла нет никакого. Нулевого. Кстати, вчера был так называемый День России. И я хочу, друзья, чтобы вы сейчас посмотрели, а кто же стал главным поэтом и главным артистом Путинской России. 20 лет жизни своих отслужил. Защите стране я их подарил. Но я благодарен за то, что меня не бросила в мусор родная страна. Вот тут я бы поспорил с вот этим безработным в Балаклаве. В телеграм-канале «Ищи своих» показали, как работают загранотряды с российской армией. Посмотрите, военные пытаются убежать с поля боя. И тут хлоп. Полную версию можете посмотреть в телеграм-канале «Ищи своих». Ютуб не позволяет все показать. Это очень интересно. Но это так, знаете, для понимания, что делает Россия с теми, кто не хочет воевать. Но давайте же дослушаем вот этот праздничный стих. С днем России. Россию свою я очень люблю. Еще пару лет я ей подарю. Как я понимаю, даже он не дает России больше пары лет? Чтоб рос мой сынок и доча росла. Чтоб счастье всветилось. Родная жена. Я многое понял и многое нет. Но знаю ответ. Служить я России буду 25 лет. Ну что ж, поздравляю, россиян. Чтобы у жены светились глаза, оказывается, вам лучше ложиться в черный пакет с окончательным подъемом с колен, братья. Но для сомневающихся в том, что есть только один вариант, зарплату получает Вова Соловьев. Он прямым текстом орет на царя в прямом эфире. Посмотрим. Может, народ уже очнется, который во власти там сидит? Да, пропагандисты люди не глупые. Они уже ясно видят вот эти контуры своего поражения. И если народ у власти не очнется, ну что ж, против нас все равно всегда был весь мир. Враги нас боятся. И у меня такое ощущение, что нет такой подлости, на которую они не пойдут. У меня такое ощущение, что они все договорятся, и против нас еще один. То есть опять будет. Как в 18-м году. То есть до интервенции дойдет. Мы можем дальше рассуждать, и это будет правильно, о том, что мы ведем мировую гибридную войну. Да, может быть, в мировом масштабе она гибридная. И не надо питать иллюзией, что наш противник, а наш противник, видимо, это, конечно, не Киев, а это именно Запад. Что делать? Ну, способ только один. Пропаганда стремится превратить путинскую войну в народную. То есть, как бы, повязать кровью как можно больше россиян. До них начало доходить тяжело. Ну, до них, судя по публикациям в западных СМИ, что дело не только в Путине, дело в нас. Начало доходить тяжело. Но это для нас не несет ничего хорошего. Если раньше они считали, что можно уничтожить одного человека, и человек 50 в его окружении, то сейчас они возьмутся за нас серьезно. Они будут готовы ставить вопрос об уничтожении нас всех. Правда, заинтересовать войной население получается очень плохо. Новость, типа, украинский дрон уничтожил вышку связи в Белогородской области, вызывает, скорее, панику. Да и билеты в цирк семьям погибших уже не спасают. Если вы не знали, то в Тюмени реально выдавали билеты в цирк тем, кто приехал из Украины в пакете. Вот их семьям. Просто обхохочешься прямо на представлении. Путину как бы со всех сторон намекают, нужно заканчивать. Пока народная паника, страх и усталость от войны, как это часто бывает в России, не трансформировалась в ненависть к самому Кремлю. Но он не остановится, мы это понимаем. Поэтому и закончит. Собственно, как Николаевшка Второй. Романовы соврать не дадут. Причем вся семья. Проигранные войны заканчиваются для всех одинаково. Потому пропагандисты и орут о мире, пытаясь спасти в первую очередь сами себя. Это что считается победой Российской Федерации? Я сам не знаю, что такое победа Российской Федерации, вооруженных сил. Образа победы в России тоже не сформирована. Здесь идет дискуссия. Что такое победа для России? Но я хочу просто... Что такое победа для России? Ну, я не верховный главнокомандующий, не оставляю, не отвечаю за всю Россию. Я могу вам сказать, что устроило бы меня. Давайте я вам упрощу задачу, товарищи кремлевцы, истерики, вот эти вот шизики. Все просто. Значит, Россия получает... Вы оплачиваете все и садитесь за решетку. Сколько бы пафосных слов сейчас не произносили. Вариантов Б нет. Безусловно, с нами остаются наши новые регионы, которые уже наши новые регионы. Это не обсуждается. Наши регионы, это в нашей Конституции. Это может нравиться людям на Украине, не нравится. Но это то, за что мы будем биться, чего бы это ни стоило. О, отличная перспектива для россиян. Чего бы это ни стоило. Вы будете лежать в доселе неизвестной вообще вам деревне, где-то под Запорожьем или Донецком. Потому что всех уже настроила Маргарита. Правда, все может поменяться. Ведь уже в следующей реплике предлагают сдаваться. Нужен какой-то объективный способ выяснить, хотят люди быть с нами или нет. И я думаю, что даже наш руководитель, президент, не считает, что в составе России должны быть те регионы, которые в составе России жить не хотят и Россию ненавидят. Там величина какая-нибудь. Ну зачем это надо? Зачем жить с теми, кто тебя ненавидит? Насильно мил не будешь. Ну и в конце концов эфир срывается в истерику. Давайте подписывать хоть что-нибудь. Ну как-то же это оформляется. Любые войны заканчиваются в конце концов какими-то подписанными бумажками. Это вообще смешно. Потому что Россию-то, оказывается, надо обустраивать внутри. Неожиданно вдруг вспоминают пропагандисты. И это, напомню, после того, как на войне в Украине потратили уже сотни миллиардов долларов и убили десятки тысяч своих же людей. Ну, получается, уже сотни. 220 тысяч, по нашим данным Минобороны. Они не видят канал России, про который мне уже язык сломали. Говорит, что это тарелки МТС, которые выкинут чертов. Ну их поставили по госсубсидии туда. И людям... Ну нет телевидения в глубинке, в глухоте. В России, когда им появится, интернета тоже нет. Там вообще никакой связи нет. Там нормально, почта не работает. Я вот это ж, эти барыг от почты, я у них чисто на них в глаза посмотреть бы хотел очень сильно. И это возмущается алкаш генерал Гурулёв, который вообще бы все эти почты нафиг снёс планирующими бомбами. Сегодня надо точечно их душить и долбить. Прям в том числе и по Шебекину, я думаю, там авиация разберётся, в том числе планирующими бомбами, но так больше нельзя. Там электричек нету, там дороги грунтовые, мосты деревянные. Старики, у которых пацаны, дети их воюют сегодня. Вот это бесит, откровенно говоря. Казалось бы, доберите, устраивайте ваши деревни, тратьте бабки на крыши, электрику. Но нет, из-за Байкальской глухомани приехали освобождать новую Каховку вместе с Упырём Владимиром Соловьёвым. Освободили. От Каховского водохранилища. Друзья, это вроде как простая истина, но ещё раз нужно повторять. После себя россияне всегда оставляют одно и то же. пустыню, нищету и злость. И просто лицемерно сокрушаются, что это не так. Новые Каховки, продовольственный магазин. Всё есть. Притом много того, что производится до сих пор в самой новой Каховке. Всё есть. То есть полки забиты. Хлеб бесплатно, кстати. Так что нельзя сказать, что жизни нет. И вот у тебя несколько сотен метров от зоны колоссального бедствия. Потому что когда ты там едешь, запах такой, ну представь себе, что такое затопление. То есть это вообще тяжело представить. Тяжело представить, но легко повторить. Одно из последних сообщений украинского ГУР. Оккупанты, внимание, готовят теракт на Крымском Титане, в оккупированном Армянске. Такой завод. Вот такой у нас вышел выпуск. Перепись немолодых лицемеров от Путина до Соловьёва. Правда, их всё же становится меньше. Это радует. Сильвио Берлускони соврать не даст. Украинский контрнаступ просто творит какие-то чудеса. Если согласны, друзья, подпишитесь на канал ГРОЩИК. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин